Здравствуйте! В эфире «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Северный округ встретил Виктора Павленко большими дорожными работами. На улицах Кировская и Мостовая предприятие «Аксум» проводит масштабное обновление автополотна. Последний раз оно капитально ремонтировалось в 2006 году по городской программе ремонта дорог. С тех пор большегрузный транспорт с лесом привел дороги в негодность, а принять участие в их восстановлении лесники отказались. Как доложили мэру Виктору Павленко специалисты, всего будет приведено в порядок почти 3000 квадратных метров дорожного полотна. За счет средств дорожного фонда еще более 5000. В планах подрядчика – ремонт и других участков в городе. То есть у нас еще участок Получейского и участок Смольного Буяна. Да, это понятно. А здесь вот такими картами только? Ну все закройте картами? Вот мы планируем. Сейчас у нас есть дорожный фонд, областной бюджет. Мы планируем заключить второй контракт, чтобы уже выполнить вот эти уже дорожные карты, которые будут смотрены на 3-4 миллиона. И счет придется еще раз тут же работать? Еще придется. Потому что деньги городской бюджет, а тут областной бюджет. То есть, ну вот, с экономленными средствами. И мы планируем СБК сделать, СБК сделать. Вот, как бы, у нас уже запланированы. В принципе, в целом получится она практически сплошняком, да? Да. В ходе рабочей поездки Виктор Павленко побывал и на улице Конзихинская. В прошлом году здесь были построены 3 12-ти квартирных дома, в которые переехали жители 6-ти аварийных деревяшек. Сегодня на этом участке подрядчик, компания СК-сервис, возводит еще 3 дома. Уже завершается сборка панелей заводского изготовления. В планах муниципалитета и третья очередь домов на улице Конзихинской. Ее планируется построить в 2015 году. Также на этом участке в перспективе возможно возведение и многоэтажных домов. Работы идут качественно, мы посмотрели. Дома монтируются на заводе, который рядом находится, поэтому сомнений нет. Я общался с жильцами, которые уже прошли зиму в этих домах. Дома теплые, комфортные, поэтому я думаю, что среди малоэтажек это форма и проект нормальный. Несмотря на всякие трудности, мы заключили договор и провели конкурс по цикламине. И будем там 13 секций, 7 домов строить уже. Буквально в ближайшие дни это начнется строительство. Проинспектировал градоначальник еще один важный социальный объект. Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа». Он создан мэрией Архангельска, чтобы помочь детям избавиться от пагубной наркотической зависимости. Справляться с этой задачей учреждение теперь будет в новых условиях. По распоряжению мэра Виктора Павленко, здесь на муниципальные деньги идет масштабный ремонт. У нас начались ремонты, это все санузлы, это 4, как говорится, больших таких помещения, где будет полностью заменена плитка, сантехника, поставлены современные душевые кабины. И затем это замена окон первого этажа. Мы планируем тоже, потому что, сами видите, здание деревянное и, конечно, нуждается в дополнительном утеплении. Также в Северном округе мэр Архангельска побывал на стадионе спортшколы номер 6. Совсем скоро здесь появится новое футбольное поле с искусственным покрытием. В прошлом году проект инициировал Виктор Павленко. Уже проведены монтаж мачт освещения, дренажной системы и основания стадиона. На площади 20 тысяч квадратных метров разместятся также беговые дорожки, хоккейный корт и баскетбольная площадка. Стоимость проекта – более 100 миллионов рублей при софинансировании из муниципального, областного и федерального бюджетов. При этом муниципалитет выделил дополнительно более 4 миллионов рублей на капремонт трибун. Сегодня мы с администрацией области должны решить этот вопрос. Они проводят конкурс, оперативно поставить сюда искусственное покрытие и завершить месяц полностью стадион. Вот это главная задача, которая беспокоит. Вот на сегодняшний день, что касается подготовительных работ, компания, которая строительно работает, она проверенная, надежная, поэтому не вызывает профессионально никаких сомнений. Был Виктор Павленко на еще одном спортивном объекте, уже в Маймаксанском округе. В здании бывшего профтехучилища «Дюзшка-Скад» откроет два зала – тренажерные для занятий единоборствами. Работы по обустройству спорткомплекса начались по предложению мэра Виктора Павленко. На объекте необходимо сделать новую систему отопления, заменить окна. Отделка помещений завершается, а новые тренажеры уже на месте. Срок у нас сдачи когда? Михаил Николаевич, 1 сентября, приветик. 1 сентября, отлично. Финансируется ремонт за счет средств городского бюджета, выделенных мэром Архангельска. Эта сумма – более 3,5 миллионов рублей. А в здании детсада школы номер 68 в поселке 14-го лесозавода готовятся к открытию сразу три новых группы. На это из городского бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. Как рассказали градоначальнику специалисты подрядной организации, уже демонтированы дверные проемы и деревянные перегородки. Ведется косметический ремонт. Также за счет средств городского бюджета в здании садика будет модернизирован пищеблок. Кстати, посещать учреждение смогут не только юные жители поселка 14-го лесозавода, но и всего Соломбальского округа. Конечно, эта работа колоссальная, но мы ее будем вести. Задачу по указу президента Российской Федерации мы, можно сказать, выполнили уже два года назад. То есть с трехлетнего возраста ребятишек мы обеспечиваем полностью. Теперь задача наша – снижать возраст и с полутора, с двух особенно лет принимать ребятишек, открывать именно эти группы. Вот здесь, в этом детском саде, мы такую задачу решаем. Еще одна стройплощадка в Соломбальском округе находится на улице Мещерского, дом 30. Как было доложено мэру Архангельска, здесь проводится замена кровли, а также свайного основания. Работы выполняются на средства городского бюджета. Мы в бюджете этого года предусмотрели 100 миллионов рублей на капитальный ремонт домов. В основном какие виды работ? Это свайное поле здесь, на этом доме. Замена тут практически вовремя, что называется, подхватили этот дом, потому что уже не настолько сгнили, что дом мог упасть. И крыша. Работа продолжается по всему городу, я говорю, что 30 домов мы должны сделать. В следующем году мы, конечно, постараемся еще наращивать. Поэтому параллельно будут идти средства, которые муниципалитет вкладывает в капитальный ремонт. И уже оператор, региональный оператор будет работать по тем домам, которые вошли по графику ремонта. В следующем году их порядка 130 будет. Вот такая работа комплексная, она даст возможность все-таки содержать эти дома. В ходе инспекции Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов Виктор Павленко также отметил необходимость более тщательного контроля за уборкой со стороны глав окружных администраций. Этот вопрос, как всегда, будет на особом контроле мэра Архангельска. Алексей Карельский, Артемий Заварзин, Панорама Севера. В правительстве Архангельской области состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию Дня военно-морского флота. Программа, как всегда, насыщенная. Ее основой станут выступления духовых оркестров в рамках фестиваля «Дирекцион Норд». С подробностями Екатерина Грициенко. Торжественные митинги, военно-морской парад, спортивные и детские программы. День ВМФ в Архангельске обещает быть интересным для каждого горожанина. Очень любимый всеми гостями и жителями Архангельска военно-морской парад у нас состоится в воскресенье в 12 часов, после которого состоится в 14.20 митинг у Вечного огня. После митинга будет показательная высадка военно-морского десанта. Уже третий год в Архангельске центральным событием празднования Дня ВМФ становится фестиваль духовой музыки «Дирекцион Норд». Фестиваль откроется 25 июля в 18 часов в Центре патриотического воспитания. Концертом военного духового оркестра «Северная звезда» из города Кирова. И дирижером, кроме штатного дирижера, изъявил желание. К нам приедет начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского регионального командования в внутренних войскам ВД России подполковник Анатолий Першин. Галоконцерт фестиваля состоится 26 июля в 18.30 в Архангельском театре драмы, а 27 июля оркестранты будут выступать на площади мира. Также в День ВМФ горожан ждет праздничная программа Северного морского музея и презентационно-развлекательная программа клубов, спортзалов и ресторанов города «Белые ночи». Накануне Дня военно-морского флота будет отмечаться еще одно знаменательное событие. 24 июля в 12 часов на набережной Северной Двины у памятника Николаю Герасимовичу Кузнецову состоится торжественный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, адмирала флота Николая Герасимовича Кузнецова. Подробное расписание праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ, можно найти на сайте пресс-центра правительства Архангельской области. Екатерина Грициенко, Алексей Шершов, Ольга Красолина. Панорама Севера. Международный день торта. Праздник с таким названием отмечался в минувшее воскресенье. Этот день посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Во всем мире, пожалуй, любое торжество не обходится без любимого всеми торта. А блюда с северной кухни достойны занять место на праздничном столе не только у нас, с поморов, но и жителей других городов или стран. С таким вопросом мы обратились к архангелогородцам. Я бы, конечно, предложила пирожки с рыбой, кулебячки, с палтусом, с мойвой. Очень хорошие пирожки. Да, я думаю, много блюд таких, которые могли бы посоперничать с другими странами даже. Северная кухня, она разнообразна. Очень хорошее блюдо из трески, различные супы, уха, рыба запеченная, кулебяки, все что угодно. Я думаю, что это очень актуально и, в общем-то, хорошо и полезно. Я думаю, да. Рыба, северная рыба обязательно, потому что она только у нас водится, чтобы они все попробовали в мире. Вот я считаю, это пироги. Это рыбник. Да, вот у нас, особенно наше северное блюдо. Ведь вы знаете, на севере вообще очень популярна треска. Вот как про наших поморов говорят, это трескоеды, да. Я считаю, что действительно на столе должна первое место занять наша треска. Продолжит выпуск новостной дайджест информация короткой строкой. Благотворительный фонд «Теплое детство» просит помощи у всех неравнодушных горожан. В отделении патологии новорожденных, недоношенных и детей раннего возраста Архангельской городской клинической больницы номер 7, необходимы подгузники от нулевого до третьего размера. Средства гигиены можно принести в отделение 7-й городской больницы и в офис благотворительного фонда «Теплое детство». Справки по телефону 8 952 308 98 12. В России любой студент может летом остаться в общежитии, если не захочет уехать в свой город на каникулы. Министерство образования и науки России направило руководителям вузов, подписанным руководителем ведомства Дмитрием Ливановым, письмо с разъяснением порядка проживания обучающихся в общежитиях в период летних каникул. Если студент временно уезжает из общежития, в том числе на каникулы, плата за проживание не взымается. Раньше на освободившееся место селили абитуриентов, которые приезжали из регионов подавать документы. Сейчас таких свободных мест почти не останется. 21 июля день рождения органа в Архангельске. Именно в этот день, в 1991 году, состоялся первый концерт органной музыки в камерном зале столицы Поморья. Первым, кто опробовал архангельский орган, был музыкант Виктор Ряхин, который и является основателем ежегодного фестиваля «Похвала органу». В этом году «Похвала органу» состоится с 11 по 21 октября. Откроет 23-й международный фестиваль органной музыки заслуженный деятель искусств России, профессор из Москвы Алексей Паршин. 21 июля день иконы Божьей Матери Казанской. Икона Божьей Матери Казанской в православной церкви имеет огромное значение. У русского народа она одна из любимых. Во всех храмах Архангельской Холмогорской епархии 21 июля проходит божественная литургия в ее честь. Считается, что икона благословляет молодоженов на счастливое и долгое супружество, дарит семейное благополучие. А также Казанскую Божью Матерь просит об исцелении болезней. Казанской Божьей Матери Казанской. В связи с этим незрячие люди часто становятся жертвами мошенников, поскольку не могут самостоятельно определить номинал той или иной купюры. Авторы обращения ссылаются на международные обязательства Российской Федерации в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов. Вопрос с детскими садами в Котласе в преддверии 1 сентября особенно актуален. Из-за нехватки муниципальных мест для малышей родители подают в суды. К чему это приводит, узнаем из следующего сюжета. Откачать будем. Иди, Артем. Родители маленького Лёвы подали заявление в суд на получение места в муниципальном детском саду, когда сыну не было и года. Суд обязал администрацию предоставить детский сад до 1 сентября 2014-го. Но после майского распределения мест фамилии Лёвы в списках не оказалось. Как фамилии еще 172 малышей, чьи родители имеют на руках судебные решения с датой исполнения 1 сентября 2014-го года. Конечно же мы на уровне комитета предпринимаем определенные шаги. Сейчас проводим работу по расформированию одной группы в детском саду и по уплотнению другой. Для того, чтобы в августе на комиссии рассмотреть возможность предоставления мест еще 40 деткам. То есть на 1 сентября 2014-го года мы приходим к тому, что 133 судебных решения администрация просто исполнить не в состоянии. Стопроцентная гарантия получения места в детском саду, причем независимо от наличия судебного решения, есть только у тех семей, где детям исполняется 3 года. Мы предоставили места всем детям в возрасте от 3 лет и старше, независимо от того, есть судебное решение или нет судебных решений. Однако сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Молодые родители, то есть те, для кого администрация стремится в первую очередь построить сады, создают серьезные препятствия. Повально обращаются в суды, получают на руки решения, когда ребенку всего полтора-два года, то есть предоставить ему место проблематично. А неисполненные судебные решения обременяют и без того тощий муниципальный кошелек. Горожане отмечают, что Котлас заметно хорошеет. Идет асфальтирование дорог и тротуаров, вывоз мусора, установка скамеек, чистка и поливка проезжей части. Именно работы по благоустройству до участия города в инвестиционных проектах, в том числе по строительству детских садов, попадают под угрозу недофинансирования. А значит, их придется минимизировать или прекращать. Ведь средства из местного бюджета скоро начнут утекать в Москву для оплаты штрафов за неисполненные судебные решения по предоставлению мест в детских садах. А маленький Лёва, так же как остальные очередники, обязательно пойдет в муниципальный сад, когда ему исполнится три года. Уникальные исторические фотографии вошли в новую книгу о городе четырех веков. Все подробности в следующем сюжете. Как происходила закладка будущей высотки и кто принимал участие в строительстве МЖК Соломбола? Куда исчез знаменитый дом Беляевского и чем Степан Писахов занимался помимо плетения сказов? Ответы на эти и другие вопросы можно получить из новой книги Людмилы Егоровой «Мой Архангельск». Историю города автор излагает интересным и доступным языком, а помогают в этом редкие фотографии. Здесь вот есть фотографии, на которых запечатлены дома, которых уже нет в помине. Вот смотрите, видите, высотка еще строится и стоит дом на Чумбаровке, в котором жила, кстати, Ксения Петровна Гемб всю сознательную жизнь, пока не переехала на набережную. А вот с этого же ракурса на этом месте уже стоит дом, вернее его строят, где дом книги. В книгу вошли более 500 снимков из занимательных историй об Архангельске и его жителях. На протяжении многих лет они появлялись на страницах книг Людмилы Егоровой, а в прошлом году она решила собрать их под одну обложку. Я уже снимаю больше 40 лет, даже можно сказать почти 50. Ну, в общем, я в том возрасте, когда пишут мемуары. Я все-таки решилась, потому что всю жизнь писала о других людях. Тысячи, тысячи людей, которых я писала, которых фотографировала. На страницах издания история города предстает с различных сторон. Архангельск морской, Архангельск архитектурный и, конечно же, Архангельск литературный и музыкальный. Сборник фотографий и увлекательных рассказов о поморской столице тиражом в 500 экземпляров. Лучший подарок автора родному городу в год его 430-летнего юбилея. Инга Швецова, Олег Ширяев, Панорама Севера. В Малых Карелах завершился, ставший уже доброй традицией, сход народных мастеров. О том, чем удивили ремесленники, наш следующий сюжет. На поморском мастеровом сходе яблоку негде упасть. Все спешат приобрести изделия народных промыслов. Разнообразие подарков и сувениров, представленных здесь, напоминает лоскутное полотно, такое же широкое и многоцветное. «Готовь лапти зимой, а варежки летом» – перефразировала известную поговорку народный мастер Злата Ушакова. На ярмарке она представила узорное вязание. Когда мне было 20 лет, моя подружка школьная потеряла рукавичку, вторую отдала мне. Первый лишуконский узор, который я связала по той рукавичке, был вот этот. От него было просто перейти к другим, потому что система построения, орнамент, алгоритм, он постоянный. А узоры манили, ну, наверное, какая-то генетическая память, потому что ничего другого вязать просто не хочется. Участие в ремесленном сходе приняли более сотни умельцев со всего северо-запада, а также из Норвегии. Традиционно гостями схода были и ненецкие мастера. Для Натальи Латышевой изготовление сувениров не просто хобби, скорее образ жизни. Вообще мне очень нравится делать этих куколок, я их могу долго-долго упорно делать. Прихожу домой после работы и занимаюсь куколками. Ну а пока мастера делятся секретами своих шедевров и работают над созданием новых, традиционными северными песнями, хороводами и задорными играми, всех гостей поморского схода развлекают фольклорные коллективы Нинокотская Ключевка и Новица. Многоцветный хоровод они вовлекли всех, от мала до велика. Все замечательно, здорово, весело. Посмотреть на то, что умеют делать руками люди наши, и вообще выступления, и с погодой повезло, и вообще все замечательно. Очень хороший праздник, очень весело, очень необычно и красиво. Поморский мастеровой сход стал отличным завершением торжеств, посвященных полувековому юбилею музея Малой Карелы. Инга Швецова, Олег Ширяев, Панорама Севера. В Венгерском Сегиде завершилось первенство мира по гребле на байдарках и каное среди юниоров в возрасте до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 1100 спортсменов из 73 стран мира. В составе сборной России выступала архангелогородка Наталья Подульская. В заплыве на дистанции 200 метров она завоевала серебряную медаль, проиграв венгерке Анне Карош меньше секунды. Приказы Министерства спорта Российской Федерации, тренеру по судомодельному спорту Архангельской спортивной школы номер 3. Сергею Николаевичу Петрову присвоено звание мастер спорта России международного класса. Примечательно, что несмотря на свой солидный возраст, в следующем году Сергею Николаевичу исполнится 60 лет. Он активно принимает участие в соревнованиях различного уровня. Далее о курсе валют на 22 июля. По данным Центробанка на 22 июля доллар США 35 рублей 9 копеек, евро 47 рублей 50 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работала Елена Гончарова. Всего вам самого доброго и до встречи. 22 июля в Вильске ожидается малооблачная погода плюс 23 градуса. В Котласе ясно от 18 до 23 выше ноля. В Мирном без осадков плюс 18, 22 градуса. В Новодвинске в этот вторник ясно от 18 до 22 выше ноля. В Архангельске 22 июля переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем 21 градус выше ноля. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление будет расти. Редактор субтитров А.Семкин